В прошлый раз, когда мы разговаривали, ты говорил о том, что Марио вот-вот приедет. Как ты его сейчас можешь назвать? Давай, как ты его сейчас можешь назвать? Назвать дай его как-то. Мне вообще не хотелось на его фоне что-то говорить. Мне хотелось. Но раз так, это некрасиво было. Ну это мягко, да? Ну я же, это же публичное общество. Если будет не публичное, я скажу по-другому. Это было некрасиво. У меня есть прекрасное настроение. Можешь мне на ушко сказать? Как ты его называешь? На ушко давай. Не могу даже на ушко. Потом. Потом на ушко. Так, ты разочарован? Да, как в человеке. Я знаю, что очень многие разочарованы. И в том числе люди, которые общались с ним все эти 10 лет очень близко. Ты имеешь в виду Максима Головлева? Ну его в первую очередь, да. Это в том числе и подстава такая настоящая его в том числе. А поясни пожалуйста, в чем подстава? Ты читал ту писулю, которую заставил агент и выпустил за его подписью? Где он говорит о том, что разорвали контракт, он потерял 5 миллионов евро на заплате. Потерял. Надо было вообще в футбол играть. Что значит потерял? Во-первых, это его была просьба. Так. То есть это была его просьба потерять 5 миллионов евро. Он просил. Причем он сам сказал в интервью, что он просил. Понимаешь? Поскольку он просил, а клуб пошел ему навстречу и разорвал контракт. Вот что произошло. Это все. Почему не афишировали? Ну я понимаю, что получается, что выглядят как лохи. Ну если так говорить. Лохи кто? Поясни. Не афишировали что? Что разорвали контракт? Ну получается, что отпустили, да, и потеряли деньги. И Зенит приобрел за 10 копеек. Для них это даже не 10 копеек, а, наверное, 10 сотых копеек. Для Зенита конкретно. Да, приобрели игрока, ну, понимаешь, адаптированного. И он у них сейчас будет играть. Понятно, он уже выходит. Пока просто не готов на весь матч. Но есть все равно какие-то вещи в этой жизни, которые не... Ну нельзя вот суммы в контракте, понимаешь? Ну нельзя. Нельзя это выразить, описать. Макс, если бы тебе дал Советский спорт миллион рублей в месяц, ты бы не перешел. Если бы я обещал Спортэкспрессу, что я вернусь в Спортэкспресс, я вот сейчас поеду, у меня зачесалось правое, как сказать... Ну, договариваясь, что у тебя зачесалось правое? Ну, правое, что бывает правое? Ну, правое яичко бывает. Хорошо, это же нормально слово яичко. Ну, просто бывает правое ухо. Правое ухо. Хорошо, у меня зачесалось правое ухо. Ну, просто ты сам предпочел, да. писать заметки, комментировать и там что-то еще, я не могу, я год должен поваляться на пляже, проходит полгода, я говорю, нет, стоп, у меня перестало чесаться, я пойду там вот, где на пляже, там команда есть, на пляже, я в ней поиграю. Правда, то, что я там подпишу, понимаешь, какую-то бумажку, что я должен буду при разрыве что-то отдать, но это, кстати, можно понять эту команду Internacional de Porto Alegre. Почему? Потому что они вложили деньги в него, да, я так понимаю, что там и подъемные пошли. Да, и агент, наверное, что-то получил. Понятно, что кто выиграл в этой ситуации, выиграл агент. Мое мнение, я думаю так, что Марио – это человек, который, попадая в определенную среду, под нее подстраивается, поэтому здесь, где была такая семейная обстановка, он себя чувствовал как в семье и был одним из, ну, одним из членов этой семьи, попав, наверное, женить бы, сказав, то есть, думаю, да, потому что он же был не женатый, был свободный человек. Сейчас у него есть жена, которая, ну, наверное, хочет денег тоже. Я так думаю, я не знаю, правда это или нет. Вот, ну, думаю. Ты мне объясни, пожалуйста, почему ЦСК, когда его отпускал, разрывая контракт, хотя нам сначала говорят, что в отпуск там и прочее, там, да? А почему он не прописал то, что определенная компенсация, то, что сделал традиционно? Ну, понимать, если бы это был бы вот игрок А или игрок Б или игрок С, но Марио – это человек, которому тут так доверяли, как, наверное, ну, больше доверяли не только Игорьу Кенфееву, доверяют. Вот человек, который никогда бы так не сделал. Поэтому, что касается этой ситуации, никто даже подумать не мог, что случится то, что произошло. Вот это все. Ты был удивлен, когда он сказал, что изо всех сил болел из-за зенита? Ну, это не от большого ума, вот честно. Вот здесь этим он, наверное, окончательно, вот то, что оставалось какие-то, вот, наверное, знаешь, когда вот, я не знаю, вот ты встречаешься с девушкой, и тут выясняется, что она там параллельно встречалась с кем-либо. Слава богу, моей жизни никогда такого не было, уже не будет. Ну, знаешь, разные струхи находились, да. Я к тому, что, и вот ты начинаешь ее отмазывать в первое время, вот как же так? Ну, наверное, нет, это все неправда, да. А вот этим, этой фразой он убил все окончательно, понимаешь? Это не от большого ума. И я понимаю, что «Зенит», ну, такая команда, да, она любит провоцировать, да, это же, ну, понятно, «Питер», «Москва», там, и так далее. То есть, с их стороны, наверное, ничего такого не было. И, кстати, хочу сказать, да, прямо, что у меня к «Зениту» здесь вопросов нет по этой ситуации. Я понимаю, что они сейчас делают так, да, я думаю, ситуация с Ираковичем, да, с Коваленко, о чем говорит? А они сейчас просто перебивают, перебивают… – Ослабляют конкурентов, да? – Конечно, ослабляют, в том числе, конкурентов. Конкуренты мы видим, да, «ЦСК» даже без, ну, без трансферов, без ничего-то. Посмотри, как команда 4-1 бьет локомотивом, да, без, вообще без усиления. То есть, ну, вообще, да, и возит «Зенит», в принципе… – Подожди, я правильно понимаю, мысль твою закончу? Ты имеешь в виду, что «Зенит» специально, что ли, вписал эту фразу или подвел к тому, чтобы Марио это сказал? – Конечно. Ну, там же вопрос был, за кого ты болел. Ну, надо было, конечно, понимаешь, здесь бы этого не сделали, я думаю. Почему? Потому что, ну, все равно есть какое-то… Я не скажу, что это неуважение. Это Марио купили, понимаешь? Марио просто раскрылся окончательно после этого. Какой он сейчас? Потому что была фраза, да, я тебе сказал, что он вернет, и все были уверены, что он вернется. Да. Потом, за неделю до того, как все решилось, я приехал в Атутинке к команде, вот, а мне Головлев говорит, я говорю, ну, где он уже, когда он уже приедет? Он говорит, подожди, ты знаешь, что он может не приехать? Я говорю, как? Пойми одну вещь, ты мне можешь не поверить, но того Марио, который был, его больше нет. Это другой человек, я с ним 10 лет общался ежедневно, 15 раз, там, по 20 сутки, я сейчас с ним общаюсь, я понимаю, что это другой человек, это не он, это не тот Марио, который был. Это может быть он, но уже другой, то есть, как бы, кожа, тело… Ну, подожди, ну, это что, что имеем в виду, что он резко полюбил деньги, там, до 30 не любил, а сейчас полюбил… Да, он попал вот в эту среду, и все, он уже, он человек такой ведомый, теперь он ведомый, наверное, своей супругой, я думаю, ну, агентом-то точно. Объясни тогда, пожалуйста, такую вещь, почему ЦСКА не стал убивать деньгами эту ситуацию, и не стал давать 2,5, те, которые у него были раньше, и не платил эту компенсацию. Ты понимаешь, что есть вопрос принципа, если нужен его? Ну, договорились же, договорились, ты пойми, что когда человек, здесь вот к нему относились, он бы, ну, там, копейки какие-то бы, я думаю, что потерял. Да. Там вопрос был конкретно вот в этой компенсации в агенте, и все равно, насколько я знаю, какие-то деньги были готовы заплатить, просто там уже аппетиты вот так вот разрослись, и в тот момент, насколько я знаю, уже вступил Венит, потому что был, насколько я знаю, была фраза в разговоре такая, что тогда я перейду в другой российский клуб. Если вы сегодня не даете, я завтра перехожу в другой российский клуб. И прямо буквально завтра-послезавтра вот это наступило, и все. А может быть, он просто не был так нужен ЦСКА, учитывая то, что игроки есть в этой позиции? Я скажу так, как игрок, а я думаю, что он не особо был нужен Зениту, вот честно, вот честно. И сейчас я не вижу, чтобы он был особо нужен Зениту. Вот мне так кажется. Ну да. Слушай, ну вот мы стоим, к моему удивлению, тут не стали ничего замазывать, что ты думаешь об этом? Я считаю, что это решает болельщикам, и я абсолютно, как они решат, так и будет. Это их дело. Ну, я немножко не понял. Все секреты расскажите. Здрасте. Да, я немножко не понял. Это решать болельщикам, что с ним делать вот на этом месте, да, и там еще он на стадионе. А как понять, что делать? Привет, с победой. Здрасте. Что болельщики должны сделать, ты мне скажи? Ну, что они должны там? Ну, я думаю, что, наверное, должен быть какой-то опрос. Хорошо, я у тебя спрашиваю. Не у болельщиков, а у тебя. Что бы ты сделал? Наверное, убрал. Лично я, да. Понимаешь, что сейчас, несмотря на то, что было много хорошего, ну, я думаю, что все, что произошло в последнее время, плюс то, что он болел с Зенит, что так сказал, понимаешь? Я не верил вообще. Я вообще сначала думал, что это Зенит придумал. Или там, ну, понятно, что такие вещи трудно придумать, но что это кто-то придумал, что кто-то не так перевел. Ну, когда я знаю испанский, услышал это по-португальски, и это было сказано. Знаешь, как говорят, русским по-белому написано. Сказано было, да. Что ты думаешь про Медину? Это другая история. Я просто немножко не понял, а что у ЦСКА нет? Евгений Ленович сказал о том, что он не отпустит, да? А что у ЦСКА нет денег? Поясни. У ЦСКА нет денег, что нужно продавать игрокам принципиальную команду соперников. Ух, тут надо знать ситуацию всю, да? Я... Я... Скажу так. Я думаю, что было предложение... Понимаешь, вот что мне непонятно? Что мне непонятно? Насколько я знаю, ЦСКА и Спартак берут новичков, в том числе из одной, да? Там одна компания, по-моему, да? Да, да. Вот. Вот поэтому этот переход стал возможен. И я думаю, что... Я знаю, что Абаскаль хотел Медину. Об этом я слышал еще в тот сезон шоу. Вот. Ну, он нормальный игрок, конечно, хороший. Он основной в ЦСКА был по стандартам. Он второй бомбардир. Это потеря. И к Медине у меня нет вопросов. Это игрок, который... Я не удивлен, что он сегодня вышел и первым касанием, там, или вторым, как я не видел этот момент. Только знаю, что он забил победный гол. Я его поздравляю с этим. И он не успел, он здесь никогда не говорил, да? Он там сказал, я не перейду. Но это все тоже, все из контекста. Они все говорят, что хотят. Марио просто другая история. Марио это член семьи был. Поэтому так больно было всем, кто здесь этим занимался. Медина это был наемный работник. Он полтора года отлично отработал. Принес, сыграл большую роль в том, что ЦСКА выиграл кубок. Макс, я вернусь к другому. ЦСКА есть деньги, чтобы удержать этого футболиста? Ты же понимаешь, что нужно было сделать? Повысить зарплату. Насколько я знаю, когда, ну, видимо, запросы уже были. И я думаю, что, понимаешь, когда две команды из одной, я не понимаю вообще, я не понимаю, как Барселона и Реал, они не могут из одной, понимаешь, корзины брать то, что им надо. Вот этого я не понимаю. Это вопрос к тем, кто селекцией занимается. И тут, и там. У ЦСКА есть деньги на новичков? Я думаю, да. Это мы сейчас увидим. Одного вот сейчас должны взять. Просто там, я так понимаю, с проплатой проблемы вот это давило. Это ничего не все. Как бы, конечно, после таких побед, знаешь, когда, ну, просто без скамейки, без никого, умудряются громить, да, команду Локомотив, который может всю группу атаки поменять до пять замен сделать еще до шестидесятой минуты без потери качества, да. Ну, сегодня не забили хорошо там они. Ну, они, ну, слушай, у них состав, да? У них хороший состав. Как бы они не решили, знаешь, что, а, ну, все, слушай, и так, и так идет. Сейчас было обойно 14-15 человек, вот прошел мимо нас, да, я поздоровался, пошел на пресс-конференцию. Валентин Валентинович Федотов, ну, он же, слушай, он же топ-тренер, понимаешь? Смотри, что он творит. У него выходит сейчас 17-летний парень, ряднов, в своем доме играет. Выходит Мухин в роли инсайда, все говорили, как? А вот так, два, раз-два, понимаешь? Вот человек делает чудеса, но чудеса невозможно поставить на поток. Спартак усилился, очень примедийно, и Бангонда, я его по Кадису знаю, это очень хороший игрок, это усиление. Реально человек уже стал забивать. Ну, тогда почему опоздывает ССК? Макс, да, почему опоздывает ССК с трансферами? Ну, это же второй год подряд. У меня, у меня большие вопросы к тем, кто занимается селекцией. Конкретно вот этот спортивный департамент, так называемый, я не понимаю этого. И я скажу так, ладно, еще в прошлом году это проскочило, но в этом году, когда летом гораздо больше матчей, когда три кубковых матча летом, да, а тогда это начиналось 31 августа, 1 сентября, да, еще на тур больше чемпионата, то есть можно, понимаешь, привести новичков, а можно уже столько очков к этому моменту растерять, привет, с победой. Можно столько очков к этому моменту растерять, что уже эти новички, ну, как сказать, не будут нужны, понимаешь? Пиши сегодня откровение, ты можешь говорить, да. Да, 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 они уже не будут нужны эти новички, потому что на восьмом, там, к восьмому, к девятому туру, Все закончится, да. Ну, можно отстать очень сильно, понимаешь? И вот поражение от Урала, это отсутствие людей, которые там были 2-3 момента при номере, забейте, вот. Я думаю, что и поражение от Зенита в Суперкубке, это тоже отсутствие новичков. Ну, да, вот, блестяще играет Чалов, просто смотришь, наслаждаешься, да, вот раскрывается Мухин, да, то есть все, кто в обойме, все играют. Я смотрю, Мухин, ЦСКА, ну, просто молодцы, понимаешь, бьются, борются, да, несмотря на то, что по бюджету, я думаю, что команды, я точно старый, не выше. Вот тебе ответ на это вообще. Слушай, ну, скажи, вот в прошлом году ты говорил о том, что все-таки ты ждешь проблем у Зенита, сейчас ты их ждешь еще больше? А ты не видишь проблем? Ты футбол смотришь? Вижу, да. Смотрел Суперкубок? Да. Ну, отскочили. Смотрел с Ростова? Да. Ну, а где там проблемы? Нет проблем, ты считаешь? Есть. Минус Малком, минус Вендал, я не знаю, он сейчас будет играть, не будет. Подожди, нет Кузяева. Окей. Просто недооценивают. Кузяев тоже, Вендал Кузяев, это пара в центре, да, пожалуйста. Здравствуйте, да? Как вам, Юра? Ну что? Как ты? Отлично. Ты? Потихонечку. Ну что с тобой будет? Ладно. Все, давайте поговорите. Давай. Все, давай. Давай. Давай, давай. Ну, нормально, да? Отлично.